А вообще, знаете, вот раньше, чтобы понять, что ваш муж собирается подарить вам на 8 марта, необходимо было под предлогом уборки прошерстить всю квартиру. Сейчас достаточно посмотреть историю поиска в ноутбуке. Итак, обычная квартира, средняя статистическая семья. Дорогая! О, Вовочка! Привет! Слушай, я тут подобрала пароль к твоему компьютеру. Это невозможно. Почему? Это была просто дата нашей свадьбы. Так приятно. Твою мать. Просто набрал случайные 8 цифр. Так. Любовь моя, там ничего интересного. Ну, слушай, я всего лишь хотела узнать, что ты собирался подарить мне на 8 марта. Я только посмотрю, и все. Просто историю поиска, хорошо? Не надо. Ага, букет цветов, доставка Киев. Отлично. Значит, будут цветы. Конечно, будут. Отлично. Так, букет цветов, доставка Киев дешево. Хотел узнать, что цены. Ага, ясно. Так, идем дальше. Где сорвать цветы в Киеве? О, просто интересно. Цветы с памятников и кладбищ, где свежие? Почему цветы на кладбищах ломают пополам? Как починить цветы? Просто для информации, понимаешь? Да. А почему действительно ломают? Просто поинтересовался. Да, да, да. Ну, ладно. Ух ты, милый. Ну, вот, наконец-то. Другое дело. Моющий пылесос Киев купить. Ура! Ура, ура! Класс. Не надо. Так, моющий пылесос дешево. Ручной пылесос. Пылесос своими руками? Да, ну, ты же знаешь, что лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Ага, ну да, конечно. Ясно, что тут дальше. Ого, кулинарная книга. Тоже мне подарок. Ну. Так, кулинарная книга Б.У. О! Кулинарная книга-аренда. Сайт с рецептами. Ты что, мне ссылку решил подарить? Я что, Сталин? Ссылки тебе дарить? Какой остроумный. Это же надо накануне праздника, а? О, а вот и следующие запросы. Так, подарок на 8 марта без денег. Как воровать у соседей? Да. Сойдет ли признание в любви в качестве подарка? Уважительные органичные причины не явиться 8 марта домой? Временная смерть своими руками? О, боже мой. Леночка, это бред. Ого, да ты скряга. Да ты что, Леночка? Как я мог сэкономить на любимом человеке? Да, ты так, кстати, и написал, как сэкономить на любимом человеке. Боже мой, это что такое? А что? Ищу шубу Б.У. В смысле? В какой смысл? Леночка, ну если разобраться, все шубы Б.У. Ведь на самом деле, до человека эту шубу носил какой-то зверек. Норка, шиншилла, торпаган, лиса. Да, понятно. Судя по твоему следующему запросу, мне придется донашивать шубу за собакой. Почему я за собакой? Ну вот, твой следующий запрос. Сильно ли заметна разница между мехом лисы и собакой? Кстати, знаешь, какая разница? Значит, если почесать за воротом шубу из собаки, нога дергает. Так хватит. Устроил меня тут. Ты устроил? А вот это уже не смешно. Что? Я просто глазам не верю. Это что? Увеличить жене грудь? Тебя грудь не устраивает? Кися! Не жене, а жене! Какой Женя? Женя, мой товарищ по работе, Женя. Он комплексует, у него очень маленькая грудь. Представляешь? Очень маленькая грудь, груди нет, а живот большой. Представляешь, так бывает, такая природа. Груди нет, живот большой. Женя к сорока годам решил увидеть свои половые признаки. Слушай, ты не морочь мне голову, никогда не поверишь, что мужик комплексует из-за маленькой груди. Ты не понимаешь, насколько она маленькая? Ой, Вова. Она такая маленькая, что его жена, когда его трогает за грудь, как будто бы суп солит. Ладно, ладно, ну допустим, допустим, это так. Прокручиваем ниже, так, и что мы видим? Что? Тички. Может быть, тетки? Нет, тетюльки. Тетюльки? Большие тички, фото смотреть. Кошмар! Лена, зачем ты это искала? А зачем ты это искал? Это не я, это Женя. Он пришел, говорит, я хочу увидеть большие титики. Я говорю, фу, как тебе не стыдно. А он говорит, я никогда в жизни не видел больших титик. Да ну что значит не видел? Он женат 10 лет, и у его жены пятый размер. Не видел он. Да, но так бывает, живут люди, а глазами не встретились. Понимаешь? Так бывает. Не надо врать. В конце концов, я, может, и не против увеличить грудь. Ух ты, да зачем? Да, но дальше. Ты вот пишешь, увеличить грудь дешево. Или сколько стоит увеличить одну грудь? Это как? Я подумал, ты знаешь, мы спим, я всегда справа, и одной груди достаточно. Да хватит! Я просто... Что, раздевательство просто какое-то. Если тебя так не устраивает моя грудь, я возьму и на зло тебе ее уменьшу. Ты хочешь себе ямочки? Что? Я просто пошутил, перестань. Так, ладно. Что? Хватит. Ну все, час от часу не легче. Что? Как намекнуть жене, что у нее есть усики? Как сбрить усики жене, когда она спит? Как зафиксировать жену и сбрить ее усики? Вова, это для кого? У тебя нету слов. Честно? Безусловно. Так, ладно, дальше идем. О, а вот это мне действительно интересно. А что там все? Так, как спрятать заначку от жены? Лучшие места для заначки. Да я никогда у тебя ничего не прятал, Лена. Да, да, я вижу. Я вижу это по следующему запросу. Что? Как снять туалетный бачок? Как склеить туалетный бачок? Купить новый туалетный бачок Киев? Лена, какой бачок? Я просто думаю, понимаешь, она, со семьи, о быте. Ничего для себя. Да ты что, серьезно? Да, да, да. Совсем ничего? Ничего. А вот это что? Что? Как увеличить своего Андрюшку? Как увеличить своего Петрушку? Как сделать больше своего дружка? Это я, знаешь, что я подумал по поводу наших хомячков. Хомячков? Ну, а же три хомячка, Андрюшка, Петрушка и третий, я забываю, как его зовут. Я подумал, они маленькие, как бы их увеличить, чтобы гладить хомяка, понимаешь? Вау. Да. Вообще-то наших хомячков зовут по-другому. Да, но отзываются на эти имена. Ага. Слушай, хватит мне голову морочить, ты что думаешь, я совсем уже не понимаю, кто такой Андрюшка? А что, скажи честно, проблемы с этим, да? Ну, не то чтобы, понимаешь, есть такое понятие усталость материала. Ах. Понимаешь, это как Шулявский мост. А ну-ка. Укрепляй, не укрепляй, а он свое отслужил. Андрюшка. О, а вот и то самое воскресенье, когда я у мамы ночевала. Так, посмотрим, чем ты занимался, интересно. Ничем. Ага, пьют ли хомячки водку? Курят ли хомячки кальян? Интересно. Как отрезвить хомяка? И, наконец, поиск по картинке, где купить точно таких хомяков. И что? Да, поменял хомяков. А что ты делаешь такое выражение лица, как будто бы наш барсик снова умер? Что значит снова умер? Ты же говорил, что он сбежал. На тот свет. Так. В лучший мир сбежал наш котик. Да, конечно, я сейчас все пойму. Так что... Ну вот, пожалуйста. Вот тот самый запрос. Что? Кот, унитаз достать. Я так поняла, достать не получилось. Почему ты так решила? По следующему запросу. Кот, унитаз протолкнуть. Это просто я хотел тебе к 8 марта подарить стих в жанре блока. Улица, фонарь, аптека. Кот, унитаз протолкнуть. Красиво, правда? Слушай, Боба, хватит поэзии. Тут очень интересно. Послушай. Что, хватит? Что? А что это... А зачем тебе это нужно было? Выкурить паразитов из квартиры. Я не понимаю. Смотрим дату так. 20 января. А, ясно. Что? Это когда к нам моя мама приезжала. Да? Это не связано. Я тараканом ходил. Да, конечно. Читаем дальше. Киев. Купить мышьяк недорого. Ну вот. Почему на человека не действует мышьяк? Попробовал мышьяк что делать? Реанимация Киева. Телефон. Боба, а что ты делал с моей мамой, а? Ничего, Лена, я не делал с нашей мамой. А ну, конечно. Как ударить тещу незаметно. Ты что? Это бред. Она бы тебе сказала, Лена. Ну да. Как ударить тещу, чтобы она никому не сказала. О, боже мой. Это что, как избавиться от тела тещи? Убийство тещи, статья 38 УК Украины читать. Лазейки в статье 38 УК Украины. Лазейки нет. О, боже мой. Лена, давай будем серьезны. Мама уже не молодая. И придет такой момент, когда нужно будет думать, что делать с телом. Ты понимаешь, ну не можешь же она возле телевизора сериала вот так смотреть. Слушай, хватит. Я прошу тебя. Какой-то кошмар. Я смотрю, ты целыми днями нифига не делаешь. В интернете сидишь, да? Я занимался уроками с нашим сыном. Да, ты что? А ну-ка посмотрим. А, да, действительно вижу. Таблица умножения скачать. Математику делали. Не только, и грамматика. О, да, и грамматику тоже. Как правильно писать колбаса или колбоса? Молодец. Не подходит ничего. О, пройти онлайн-тест на IQ. Не надо. И следующее. Олигофрен Википедия. И так случилось, да. Я думаю о нашем сыне. Да, да, это видно. Детские игрушки Киев. Да. Это для сына, да. Детские игрушки Киев бесплатно. Почему бы, нет? Сойдет ли сарделька за паровозик? Органические игрушки сейчас популярны, понимаешь? А что такого? Он же в детстве играл за дохлой мышкой. Ага. Что? Что? Опа. Что? Так, подожди, а это что такое? Что? Любовь за деньги? Девочки на один вечер Киев? Где в Киеве панель? Со скольки они выходят к дороге? Это зачем тебе нужно было? Зачем? Я подбирал название к своему новому сериалу. Да ты что? Да, выходят они к дороге. Это самое популярное. Ну и почем сейчас их услуги? Я не знаю, я не пользуюсь. Серьезно? Да. Слушай, если тебе это так нравится, хочешь, я с тебя буду деньги брать? Две тысячи в час. Ты что, обалдела? Ты называешься январские расценки. Все понятно. Дальше еще интереснее. Что? Клубничка бесплатно. Это что? Май, витамины. Я подумал, как бы, думаю о сыне, как бы ему клубничку купить, да? Ага, да. А что значит клубничка смотреть онлайн? Онлайн. У меня аллергия на клубнику. Я подумал, показать сыну и достаточно. Почему нет? Слушай, а мне сейчас интересно, что ты скажешь. Смотреть онлайн БДСМ. Это что? Ой, Ленка! Должен тебе раскрыть все свои ягодные карты. Какие? БДСМ. Брусника, дыня, смородина, малина. Вот молодец, да? Слушай, ну молодец. Так, а вот сейчас забыли про бруснику и малину. Что добавим? Элитные проститутки цены. Ты посмотришь. Дешевые проститутки цены. Ну? Стал ли кто-то из 27-й школы проституткой? Ну и что? Кто-то стал? Ты представляешь? Помнишь нашего трудовика Семена Михайловича? Семен Михайлович? Да, все говорили, он сопьется, алкоголик. А нет, в люди выбился, стал проституткой. Слушай, как интересно у тебя здесь, а? Ой, смотри-ка, нам кто-то пишет. Что нам пишет? Анжелика пишет. Да, ну-ка, что здесь? О, знаю, как увеличить вашего Андрюшку. Есть способ. Это из зоомагазина. Да? Да. Насчет хомячков, наверное. Да, конечно. Ну, хорошо, я тогда отвечу. Зачем? Так, давно хотела узнать. Как оторвать Андрюшку и пришить Петрушку? Лена, зачем тебе это все? Да, да, да. Сюда, идите, пожалуйста. Извините. С праздником, дорогие наши любимые. Владимир Желенский и Елена Кровец. Новые законы принимаются для того, чтобы изменить жизнь людей. Несмотря на то, что закон об отмене 8 марта так и не был принят, жизнь одного человека очень сильно поменялась. Итак, 8 марта, утро, квартира того самого депутата, который и предложил отменить международный женский день. Смотрим. Доброе утро, женщины! Доброе утро! В чем дело? Я не понимаю. Что случилось? Ничего. Мама, вы же не ходячая. Что происходит? Ничего не происходит. Что случилось? Что вы надутые? Да ничего. Просто день такой. Какой день? А никакой. 8 марта. Обычный рабочий день. Хорошо, не проблема, я сам себе сделаю завтрак. Будешь резать хлеб, осторожней, на нож не напарись. Да ты шо, дорогая? А где нож? У меня. Угомонитесь, мама. Могу позавтракать и на работе. Где мой пиджак, ремень? В коридоре. В чемоданах. Понятно. Ясно. Заговор пошел. Хорошо, ладно. Я сейчас уйду. И начнем сначала. Я типа приду, поздороваюсь. Хочу увидеть улыбки. Моих любимых женщин. Готовы? Пожалуйста. Доброе утро, женщины. Угу. Ведьма. Доброе утро. Угу. Здравствуй, дорогая. Да шо такое. Ты? Ты? А-а-а! Хм! Вы же не ходите уже восемь лет. Чего вы меня трогаете, Лидия Михайловна? Вы же не знаете, что я депутат. У меня неприкосновенность. Я депутат от самой большой фракции. От БПП. А ты что, дорогой, не знал? Тебя же выгнали. Вот бумага. В смысле, кто подписал? Порошенко? Угу. Марина. Заговор, значит. Бабский заговор. Ну хорошо, а шо вы не можете сделать, а? Шо ты сделаешь? Ну? Сексуальную блокаду на шесть месяцев? Да, я просто перестану делать то, что ты любишь. Ага, и то, что ты не умеешь. А вы, шо вы не делаете? Крапеть всю ночь? Или наедете креслом на лужу от кота? И развезете по всей квартире, да? Зачем вы, 8 марта, вы пенсионерка? Вы и так ни хрена не делаете, не работаете. Зачем вам этот праздник? А как же подарки? Как же цветы? Мама, дайте повод. Я вас пустилю цветами от ног до головы. Не дождешься. Здравствуй, мама. Ой, доченька. Здравствуй, моя кошечка, красивая такая. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, доченька. Здрасте, дядя. В смысле, какой дядя? Я папа. Мой папа погиб. Доча, их не слушай. Я твой отец, все как прежде. Да, только теперь перед словом отец я буду добавлять биологический. До свидания, бабушка. Держи конфетку, Валя. Как так может быть? До свидания, мам. Делали дочку мы с тобой, она пошла вот в эту ведьму. Моя внуча. Слушай, Петренко, я тут подумал, а если вот один праздник убрали, может быть, один добавить? Какой? Ну, например, сделаем 15 июня международным днем придурка. Это же мой день рождения. Все верно. В этот день родился их лидер. Мама, я хочу напомнить, что вот это электрическое кресло купил вам я. Понятно? И пульт от него у меня. И я решаю, в какой беседе вы принимаете участие, а в какой любуйтесь стеной. Понятно вам? Где наша домохозяйка? Катя, иди сюда. Одна приличная женщина. Геннадий Васильевич, мой завтрак. Завтрак? Да, да. Вы это видели? А что случилось? Я ничего не заметила. Я стеной любовалась. Спасибо, я наелся. Я уберу? Да уберите. Что происходит? Мама? Мама, повернитесь. Да-да-да-да-да. Вы что думаете? Это я отменил этот праздник. У меня есть коллеги. Сейчас позвоню своему коллеге по фракции. Все ему доложу. Давай-давай. Алло, Алексей Петрович. Вы не представляете, что мне тут мои женщины устроили. Да, вообще. Бунт. Ага. А вы сейчас где? Дома? Дома. А что за шум? Вы на балконе? А что вы там делаете? Живете? Ничего смешного. А со мной не выйдет? Как с Петровичем. Понятно? Все забыли. Я сейчас уйду и вернусь. Начнем сначала. Итак. Доброе утро, женщины. На всякий случай. Так. Здравствуйте, дорогая. Да что ж ты будешь... Мама. Пристегните протез обратно. Ну-ка покажите шоу у вас в руках. Вы что, охренели? Зачем вам это 8 марта? Куча проблем в стране. Может быть сегодня кого-то изнасиловали? А вот не надо было отменять 8 марта. Может тебя бы и не изнасиловали. Кто это? Добрый день. Здрасте. Я ваш сосед. О. Вы Петренко Геннадий Васильевич. Да вы. Я. Это вам от моей жены. А это от меня. Спасибо, мужик. Спасибо. Видите? Уважают. Уважают меня. Катя. Идите сюда. Да, Геннадий Васильевич. Ладно. Я ухожу. Где мой пиджак? Забрали из химчистки? Разумеется. Давайте. Геннадий Васильевич, я тут по карманам, когда это самое, кое-что нашла. Что? Вот. Вам вот это отдать или пускай полежит? Или отдать? Положите на место. Это мое. Ой, посмотрите, у меня под пледом тоже нашлось. Ой, смотрите, он везде это разбросал. Мама, мама, смотри, что я нашла. Точно. Можно мне пальто, и я уйду? Конечно. Спасибо. Давайте. Геннадий Васильевич, ваше пальто. Ну давайте уже. Темное. Темное. Самые интересные вещи с женщинами за рулем происходят 8 марта. Потому что именно в этот день гаишники, как правило, закрывают глаза на все их нарушения. Продолжение. С праздником Сосим Марта! Спасибо. Не за что! Вы только с ноги съедьте. Ой, извините, пожалуйста. Спасибо. От всех сотрудников Гаинь! Поздравляю вас с международным женским днем! Извините, с вами все хорошо? Конечно! Вы только с третьей полосы на первую перестройтесь. Ой, извините. Стремно. Извините, пожалуйста. Че страшно? А я не совсем поняла. А что вы меня остановили? Я что, была не пристегнута? Ну почему же? Я вижу этот ремень от сумочки. Да. Да, просто понимаете, как вам сказать? Барышня красивая вы наша. Но в это время суток нужно ехать со включенным светом. А я что, без света? Как бы вам объяснить? Ну, свет должен гореть снаружи, а не внутри. Ну, извините. Ничего страшного. А включите, пожалуйста, на секундочку, кнопку аварийной остановки. Что включить, я не поняла. Вот эту штучку рядом с розовой белочкой. А как вы ее назвали? Рыба моя. Кнопка аварийной остановки. Так, вы меня не путайте. Я знаю, что эта кнопка называется «Спасибо, что пропустил». И вообще, у меня сегодня немножко день такой напряженный. Вроде праздник напряженный. Меня уже четыре раза просто останавливали. Я знаю. И только у меня получилось, да? Ну тоже, знаете, как-то неожиданно. Я еду, еду, а тут бац, и вы. Не-не, бац, это был мой напарник. Да вы что? Я что, сбила вашего напарника? Да. Я надеюсь, он будет жить. А какая разница? Главное, что у вас теперь губы накрашены. Да? Прекрасно. А можно я дворники выгляделу? Нет! Что? Не надо. А когда идет дождь, они очень помогают. Так, может, пойдет дождь, тогда включите? Нет, это в салон ехать опять я не хочу. Налево. Если вы не против, я тогда, это, поворот налево выключил. Не поняла, а что такое? Мне надо налево. Что, нельзя? Можно. Ну вот и все. Конечно. Как может в такой день такой шикарной женщине запретить поворот налево какой-то там отбойник? Поворот налево какой-то там отбойник. Спасибо. Хорошо прибарковали. Спасибо опять. Я-то причем дерево благодарите. Вы знаете, это правда. Я вот на том перекрестке их пять штук сбила. Но это же ничего. Не, как ничего, это страйк. Точно, это же страйк. Можно права? Да, конечно. Сейчас. Давайте. Не спешите. Ух ты! В жизни вы красивее. Спасибо, мне все говорят. Без усов. Ой, простите, это мужа права. Белочь, не торопитесь. Кстати, где вы права получали? На Туполева. Мрео номер шесть? Не, в Челентано. Да. Извините, я не понял, где? В Челентано. Муж сказал, подожди меня в кафе, через 20 минут вернулся и принес мне права. О, а вот и они. Боже. Еще не распечатывали. Нет. Вы первый. Сомневаюсь, что я у вас первый. Кровец Елена Юрьевна. Это я. О, прекрасно. Ну что, может, номер свечи? Что? Капот, я говорю. Откроем, посмотрим номер свечи. А, ну хорошо. Капот. К вам какой? Передний, задний? Разговор зашел в тупень. Да, Елена Юрьевна, держите права. Давайте так, смотрите. Я сейчас отвернусь и сделаю вид, что вы еще не ехали. Хорошо? Да. А вы это, шампанское уберите. Ой, вы заметили? Да, так нельзя. Хорошо. Да, хорошо? Ну давай. Да. Что вы делаете? Что убираю шампанское, вы же попросили. Что, не знаете, что нельзя бухать за рулем? О, боже, все я знаю. И эти ваши дорожные правила, и эти дорожные намеки. Знаки. Ой, какая разница. Хорошо проверим, что это за знак Елена Юрьевна. Где? Вот. Это? Да. Это кирпич. Он означает, что можно ехать, если нет ментов. Прекрасное знание. А вот этот знак? Какой? А вот этот? Да. А этот знак называется нерагулир, нерагир, невыговариваемый перекресток. Среди есть. Страховка есть? Да. А, нет. Вы знаете, у меня ее те уроды украли, которые мою машину угнать хотели. У вас хотели угнать машину? Да. Они ее даже уже себе на грузовик погрузили. Но я не растерялась. Я баллончиком шикнула и уехала быстро. Ну, то, что быстро мы засекли. У-у-у, фен. Это мне? Спасибо. Вот я дура тупая. О, боже. Ну, зачем вы так на себя? Просто я должен был хоть кому-то это уже сказать. Ах, так. Да. Хамим, да? Почему? Ладно. Я не хотела, но, видимо, придется идти на крайние меры. Сейчас я покажу визитку. Мне муж сказал, если такой, как вы, остановят, чтобы я показала. Ну-ка. Ну, и что ты теперь скажешь? Круто. Круто. 20% скидки на маникюр. Очень. Серьезно. Да, ничего. Ничего, сейчас я буду снимать тебя на телефон. Ну-ка, давай. А ну-ка, быстро. Четко и внятно. Причина остановки. Нарушение правил дорожного движения. Каких имена? Всех имена. Ну, кроме транспортировки баллонов без проблесковых маячков. Все? Все. Ты все сказал? Да. А вот теперь тебе хана. Понял? Сохраняем. Ой, а вы не могли бы повторить, а то я себя снимала. Елена Ильевна, давайте так. Я позвоню кому-нибудь, и вас заберут, хорошо? Да, пусть меня уже заберут. Хорошо. Кому набрать? Там в последних набранных кто-то есть. Ну-ка, давайте. Кабан. Не, Кабан не приедет. Хорошо. Саша Кэ. Саша Кэ тоже нет. Чего? Саша Кэ это Кабан. Не два телефона. Интересно. Виталя Медлина. Саша Средняя. Коля Быстро. Да, есть такие. Эдуард. А почему без характеристики? Пока так. Сережа Длинный Халуй. Ой, это ты девять исправляешься. Реально, да. Елена Ильевна, давайте так. Значит, берите фен, телефон, цветы и валите по прямой. Спасибо. С праздником. Что же матово? До свидания. 8 марта муж пришел домой трезвый и с подарком. Чтобы как-то успокоить супругу, он сказал, что трезвый — это ей на день рождения. Это все мы к чему. Вот вы, дорогие женщины, все время говорите, что мы мало уделяем вам внимания и вспоминаем о вас только 8 марта. Чтобы доказать, что мы не такие, сейчас, в апреле, мы покажем вам номер, посвященный 8 марта. Итак, 8 марта. Самая обычная украинская семья. Смотрим. Обожаю 8 марта. Ой, работенька. Какое праздник. Ну, а чего это мы расстелись? Ты что, забыл, какой сегодня праздник? Ты что, любовь моя, сегодня у моей супруги 8 марта. И? И я его отмечаю. Потрясающе. Ничего не хочешь мне сказать? Ты подстриглась? Нет. Любовь моя, тогда пойди подстригись и возвращайся ко мне с тем же вопросом. Вова, мне вот просто интересно, в тебе хоть что-нибудь святое есть? Да. Уже пол-литра кагора. Понятно. То есть, подарка ждать бесполезно, да? Зря я намекала, что у меня духи закончились. Зачем? Ничто не вечно. Да. А мог бы хотя бы какую-нибудь безделушку, хоть бы чисто символически. Дорогая. Котик. Дождись ночи. Будет тебе и безделушка, и чисто символически. Спасибо, моя мама. Молодец. Очень смешно. Я, конечно же, пошутил, любовь моя. Хочешь романтический ужин? Это ты так сейчас завуалированно предлагаешь мне пойти на кухню и все приготовить? Да я прямо говорю. Я шучу, дорогая. Пускай ужин нам с тобой сделает наша повариха. Вова. Ну? Я уже просила, не называй мою маму поварихой. Что ж такое? Как не назовешь ее, не нравится? Не нравится. И маленький седой хоббит не подходит? И этот веселый карлик не то. Так, ладно. Допустим. Допустим, мама приготовит ужин. Кто привезет продукты? Ну как это? Пускай за продуктами съездит мой водила. Я просила папу водила и тот же не называть. Дорогая. А как ты прикажешь называть моих рабов? Присугу. Присугу? Понятно. Ну, вообще-то, если тебе интересно, прислуга — это люди, которым платят, а не у которых одалживают. Гениальная идея. Это новый бизнес. Я понял, как зарабатывать бабки на прислуге. Слушай, перестань. Надо показывать им внуков за деньги. Вова, что такое? Вова, ну, слушай, я, если честно, я не понимаю, как ты вообще можешь так говорить? Ты же вроде бы человек из интеллигентной семьи, мама-учитель. Вот, наконец-то! Наконец-то! Теперь ты поняла, насколько сложно было учителю понять тот факт, что ее единственный сын женится на дочери поварихи и водилы. Так, слушай, хватит. Да, ладно. Перестань, пожалуйста, так говорить. Это, в конце концов, мои родители. Блянусь, я просто не хочу привыкать к этим людям. Я тебе объясню. Иди сюда, дорогая. Вот, не дай бог, тв-тв-тву-тву, не дай бог, тв-тв-тву-тву, не дай бог, тв-тв-тву-тву-тву, что-то случится с твоей мамой. Не дай бог. Чтоб случилось. Не дай бог. Мы же не переживем. Не переживем. Вот. А если окочурится повариха? Ну, максимум, кто расстроится, это водила. Все? Все, ты себя повеселил? Всех моих родственничков оскорбил? Кстати, как там это забываю? Проститутка. Я уже объясняла. Там вышла ошибка при подсчете баллов. И моя сестра все-таки поступила. И вообще, закроем эту тему. Хорошо. Я просила погулять с собакой. Ты погулял? Конечно. Где она? Вон в ванной. Ой, черри, 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 покажи. Чего она мокрая? Чего она мокрая? Сама виновата она. Сама виновата. Вот когда она ходит в туалет, я у нее под ногами не верчусь. О, боже, бог. Такое шло. Пап, пап, я все сделал. Я белье постирал, погладил. В квартире убрал я и ужин тоже ехали. Молодец. Ниночка. Не стыдно ребенка эксплуатировать? Почему это? 8 марта. Праздник для всей семьи. Мы разделили полномочия. Сынок, поздравить тебя днем. А я ночью. А почему ты не хочешь поздравить маму днем? Да я и ночью не очень хочу. Ну, просто понимаешь, это семейное отношение. Я поверь мне сына поздравлю мамочку ночью. И тогда с утра она будет добрая и ласковая. Да? Да. А в прошлый раз мама была злая. А в прошлый раз сыночка вышла накладка. Папа так торопился поздравить маму, что в итоге поздравил только себя. Ну, так вышло. Так почему же все-таки не днем? Вот ты приставучий, а! Сыночка, я объясню. Просто, понимаешь, обычно у папы очень маленький подарок. Он его днем дарить стесняется. Не нравится мой подарок? Тогда я возьму и, сон, сюрпризик. Пойду и подарю соседке. Ее уже три года никто не поздравлял. Она любому подарку рада. Сыночка, ты, наверное, иди погуляй. Не нужно тебе эти взрослые разговоры слушать. Да и попроси старуху принеси мне чаю. Значит так. Мама не старуха и не повариха. Она человек. Хорошо, хорошо. Эй, человек, чаю мне. Между прочим, у мамочки у моей сегодня тоже праздник. Мог хотя бы букет цветов ей купить. Ленусь, а не торопись забыть. Придет время. Будет маме и цветы, и автобус, и оркестр, и окоп. Сыночка, папа, видимо, не понимает. Вот ты объясни. Бабушка у нас какая? Старенькая. Вот. А это что значит? Это значит, что скоро двушка будет наша. Сыночка, папа, видишь? Меня и остановят. Мама, 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 семейство нашего квартала. Мама, 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 Если 8 марта ваш муж принес вам завтрак-постель, вашей маме подарил цветы, а вас вечером отвел в дорогой ресторан, знайте, ваш муж вас очень-очень боится. Да. Мужчины, помните, чем дешевле подарок на 8 марта, тем дороже он вам потом обойдется. Ну, а есть некоторые мужчины, которые настолько внимательны, что делают подарок, заглядывая далеко в будущее. Ну, и мы с вами одним глазком посмотрим. Поехали. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Похоронное бюро «Жить хорошо» приветствует вас. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рады всем. Проходите, проходите. Я понимаю, что вы рады всем. Да, да, да. А, знаете, я хотел бы сделать подарок. Так сказать, подарок на будущее. Подарок на будущее. Замечательно. Кому подарок? Ну, скажем так, ближней родственнице со стороны жены. Ага. А какой подарок это? Это сюрприз. Да, да. Ну, мне-то вы можете сказать? Гроб. А может быть, у нас есть много тут вещей? Нет, нет, нет. Я решил сюрприз, так сюрприз. Именно гроб. Гроб. Да. Ну что ж, как говорят у нас, гроб так гроб. Да, да, да. Что ж, давайте оформлять заказ. С удовольствием. Какой у нее рост? Большой вопрос. Сейчас позвоню супруге. Это важно, но вы понимаете. Я понимаю, что это важно. Да. Один момент. Алло. Привет, любовь моя. А, дорогая, я туда подарок твоей маме. Ну, что там нашей маме выбирали. Да, да. Хотел бы узнать, какой у нее рост. Нет, это не шуба. Но тоже на нее. Да, да, да. Сколько? 170 у нее? Спасибо, дорогая. Давай я перезвоню. Пишем 170. Не-не-не-не-не, надо 160. Почему? Ну, чтобы она и там мучилась. Ну, допустим, какой цвет? В смысле, у вас что тут, радуга или что? У нас очень просто большая гамма цветов. Да вы что? Светло-черный, темно-черный, средний-черный. Сейчас я позвоню, извините. Зайчик, привет, это снова я. По поводу подарка, да. Скажи, пожалуйста, а какие мамочка любит цвета? Яркие? Самому хочется посмотреть. Жизнерадостные? Я понял, этот цвет. Ты уверена? Хорошо, дорогая, будет сюрприз. Да, давай, да. Розовый гроб. Розовый? Да, розовый хотим. Я доплачу, все нормально, пишите. Ну что ж, в принципе, можем. В чем будет одето? Ну, надо знать. Это важно? Гармония, чтобы цвета сопоставили. Котик? Угу, да. По поводу подарка. Да. А что мамочка любит носить? Ну, в смысле, надеть и забыть, да. Костюм? Нет, костюм это для мужчины. Это слишком строго. Платьице можно? Чуть выше колен, да, устрои, да. Да, давай, дорогая, будь на связи. Прическу делать будем? Любовь моя, а с какой прической мама любит ложиться спать? А, вообще без прически. Хорошо, без прически. Я понял, понял. Музыку заказываете? Господи, естественно. Сейчас. Котик, я по поводу подарка. А какую мама любит музыку? Баскова? Баскова. Странно будет выглядеть, ну. Хотя, я буду руки твои целовать, нет? Нет, нет, будет джаз. Живые трубы. Да, да. Оркестр хочу ей заказать, да. Три человека. Трио. Где будет играть? Да прямо у нее под домом. Да, давай. Понял, да. С музыкой определились? Я понял, теперь определимся с местом. Дело в том, что у нас есть места на северном кладбище и на южном. Вы где хотите? Вы что, издеваетесь надо мной? Пустя, у нас серьезная контора. Хорошо, сейчас секунду. Давайте. Женуля моя. А, извини, конечно. А где мама любит отдыхать? Там где потеплее или попрохладнее? Да, путевку хочу ей подарить. Горящая путевка, да. Ну, она же всегда говорила, хочу увидеть Париж и умереть. Вот, пожалуйста. Да, понял. Там где потеплее. Хорошо. Потеплее, пожалуйста, на южном, да. Памятник будем ставить? А можно просто? Нет, нет, ну подожди. Ну, положено памятник какой-нибудь. Ну, положено? Да, просто интересно, какой материал вы будете брать? Материал? Материал надо знать. Ну, как я спрошу? Ну, не знаю, как-то спросите. А, женуля моя, извини, пожалуйста. Просто я решил раскошелиться, да. Какие мама любит камни? Бриллианты? Нет, бриллианты-то мещанство, да. Нет, ну нет, сейчас-то не модно, нет. Мама гранит любит носить? Или мрамор? Здесь большой выбор, часто популярно. Понял, просто гранит. Хорошо, дорогая, целую. Что пишем на памятнике? Вы что? Давайте, давайте, отвечаем. Хорошо, ладно. Я по поводу открытки. А, дорогая, как бы ты охарактеризовала мамулю в двух словах? Хотя бы... Самая лучшая. Самая лучшая. Хорошо. В принципе, если еще добавить помним, будет как раз хорошо. Хорошо, да. Да, что от вас написать? От меня? Да, написать от вас. Это не важно, напишите что угодно. Нет, ну надо что-то написать именно от вас, понимаете? Господи, что написать? Ну, я не знаю, но какую-нибудь фразу из книги. Из книги? Да. Мама любит книги. Вот. Сейчас, секунду. Котик. Котик, какие мама любит книжки? Сказки? Хорошо. Напишите «Жила-была». То есть... Та-та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Я понял. Плакальщики нужны? Естественно. Я же не могу ржать и плакать одновременно. Хор сразу плакальщиков напишут. Лежит, Егор, конечно. Так, это есть? Это есть, может, какие-нибудь особые пожелания? Я не знаю. Да. Есть? Да. Вы знаете, я хотел бы вот эту, ну, в ее, так сказать, подарок, ну, в эту колыбель счастья, положить ей туда будильник. Это важно. Зачем будильник? Понимаете, мамуля все время говорила, ничего страшного, ничего страшного, на том свете уже-то сплюсь. А тут бац и нежданчик. Я понял. Ну, ладно. Ну, в принципе, все. Это будет стоить... Сколько? Да. Пять тысяч долларов. Вот такой вот нежданчик. Пять штук баксов? Да, но... Хорошо. Позвоню тестю, пусть сбрасывается. Да, ради бога. Да, зятек? Привет, Егор Михайлович. О, давно не слышал, как дела? Нормально, дорогой? Слушай, я тут готовлю сюрприз и для тебя тоже. Да, подарок твоей жене, ну, мамули нашей, да. Это на 8 марта. Дорогой подарок. Да. Не хочешь сброситься? Да я уже в курсе, конечно, помогу. Слушай, я родному зятю не помогу. Слушай, Егор Михайлович. Помогать друг к другу всегда. Хватит, да? Да. Может, стресс сняли? Да, все вроде бы полегче. Успокоились? Полегче как-то старались. Все нормально? Уверен? Да. Ну все, идем наших девочек поздравлять. Да, пошли. Дорогие мужчины, если 8 марта вам задали вопрос, кого вы больше любите, свою жену или свою маму, отвечайте Бога. Это, конечно, вас не спасет, но, может, хоть там зачтется. Итак, представьте себе пресловутый семейный треугольник. Жена, свекровь. Ну и, конечно же, муж. Поехали. Это вам. Вы у меня такие красивые, муж. Жень, ну зачем ты ко мне на «вы»? Не стоит. Пойду твои цветы, Женечка, в вазу поставлю. Только, Еночка, добавь в воду 2 столовые ложки сахара, чтобы цветы были свежее. Ну что вы, Вера Николаевна. Вы вон себе в чай 6 столовых ложечек сахара добавляете. Освежее не становитесь. Давайте выпьем. Да, да, да. У меня есть тост. Прекрасно. А за кого именно? За любимую женщину. Прекрасно. Хочу выпить за свою любимую женщину. За свою дочь. Внучка вся в меня. Вообще-то, это моя дочь. Это еще доказать надо. Мама. Женечка, ты садись. Знаешь что? Попробуй салатик, который я приготовила. Спасибо. С удовольствием, Женечка. Не стоит. Он пересолен. Слушай, ну вот зачем вы это говорили? Вы даже его не пробовали. А что мне его пробовать? Я его лично пересаливала. Я понимаю, девочки. Я все прекрасно понимаю. С утра на кухне обе замотались. Ой, да, Женя. О, я сегодня всю посуду перемыла. Вера Николаевна, ну что вы врете? Всю посуду мыла я. Конечно, ты, Леночка, да. За тобой же перемывать все время надо. Кстати, курочка, Лена, у тебя не получилось. Жесткая. Да? Видишь, как бывает, Женечка. Одна старая курица может любой праздник испортить. Кстати, о празднике. Для того, чтобы вы в этом году не ссорились, я решил подарить вам одинаковые подарки. Боже мой, Женя, какой ты у меня умница. Не только купил мне подарок, но еще и акцию нашел, по которой второй идет бесплатно. Знаешь, Женя, я виноватый перед тобой. Я испортила тебе всю жизнь. Серьезно? Я учила тебя все время жалеть слабых, помогать убогим, немощным. И вот результат. Ты привел к нам эту Лену. Мама, пожалуйста, знала бы ты, Лена, сколько до тебя в этой квартире было женщин. Да я знаю. Мне Женя рассказывал, что муж ваш, Игорь Олегович, был еще тот бабник. Так. Слушайте, Нина, давайте договоримся, пожалуйста, я вас очень прошу. Ты, мама, ничего не будешь плохого говорить про Лену, а ты, Лена, ничего не будешь плохого говорить про маму. Давайте просто посидим. Помолчим, да, по-семейному. Не переживай, сынок, не переживай. Мама умеет держать свой рот на замке, в отличие от некоторых, у кого рот устроен не как у всех женщин. Я ж просил, пожалуйста. Женечка, ну что ты, сейчас Вера Николаевна абсолютно права. У меня действительно нет стальной челюсти и керамических зубов, как у некоторых женщин. Лен, Жень, не переживай. Мое воспитание не позволит обозвать эту крашеную лоху дурдурой. Я помолчу. Что? Женя, а вот сейчас мне не совсем понятно, почему ты позволяешь своей маме так со мной разговаривать. Действительно, мам, прекрати, пожалуйста. Вот видите, Вера Николаевна, вы из него тряпку воспитали. Что? Сядь на место. Хорошо, так скажете. Ну, действительно, ну что вы как кошка с собакой-то? Да, Вера Николаевна, может, хватит гавкать? Давайте поедим. Давайте поедим. Жень, давай, винегретик, давай, давай, наяривай. Ну, 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 твой любимый. Вкусно? Или как у Лены? Жень, не ешь ты эти, как у Лены. Давай лучше выпьем. Да, давайте выпьем, у меня есть тост. Ну, за меня, так за меня. Мам, пожалуйста, я тебя действительно очень люблю, но сейчас хочу поднять этот тост за свою красавицу-жену. О, Жень, да ты уже накушался. Несешь всякую чушь. Мам, хорошо, пей. Пей больше, тебе же еще с ней в постель ложиться. Да, слушаю вас, Вера Николаевна, и понимаю, что муж ваш, Игорь Олегович, в свое время сделал правильный выбор. Земля ему пухом. Жень, знаешь, Жень, давай, я тебе скажу, таких жен у тебя будет еще, ой, как много, а мама у тебя одна. Мам, ну что ты такое говоришь? Мама тебе плохого не пожелать. Мам, пожалуйста. В конце концов, ты можешь уже сказать, кого ты любишь больше, эту Лену или маму? Слушай, ну что за глупые вопросы ты задаешь, мам? То же самое, что спросить, кого ты больше любишь, папу или маму, ну? Женечка, ну вот сейчас, когда папа уже умер, ты можешь сказать правду. Да, Женя, скажи. Правду надо? Да. Вот, чтобы честно-честно? Да. Вот, чтобы конкретно правда сейчас была? Да. Кого или чего? Кого. То есть рыбалка не подходит? Нет. Так. Хорошо. Я люблю. Ой. Кто там приезжает? Моя мама приехала. Кто приперся? Мамочка моя приехала. Мамочка приехала. Давай с горла. Сейчас я отыграю. Подожди.